Ну а нам пора продолжить наш эфир, интересные беседы с гостями, которые как раз-таки делают наш город, да что там город, нашу страну лучше. У нас в гостях Иргалий Аманбаев и Эхмедияр Моралов, волонтеры общественного движения «Поколение БЭС». Доброго утра. Доброе утро. Доброе утро. Мы знаем, что на вашем счету огромное количество различного рода акций, которые, естественно, приносят пользу нашей столице в первую очередь. И одна из этих акций касалась высадки деревьев. Вот сейчас этот вопрос настолько острый и актуален. Давайте поговорим про это. Где и когда и в каком количестве были посажены деревья? Действительно, это очень насущный вопрос для нашего любимого города, города Бишкек. Поэтому мы как волонтеры присоединились к акции «Я бишкекчанин» в лице волонтеров «Поколение БЭС». Мы провели две акции. Это наш патронажный парк, который находится на Бакайвайне. То есть под названием «Балык» были высажены клёны. Это 18 канадских клёнов, посвященные, если вы помните, вот в прошлом году были пострадавшие, были в Москве. Вот в честь именно этих девушек были высажены. И вторая акция была проведена совместно с ПРООН в рамках концепции устойчивого развития человечества и мира. То есть по соблюдению баланса флоры и фауны. Вот в рамках этого проекта совместно мы присоединились и тоже были посажены клёны в количестве семи, если я не ошибаюсь, семи штук. Вот в части озеленения нашего города. Ну клёны вы сами знаете, они очень такие неприхотливые и красивые деревья, которые тоже способствуют тому, чтобы наш воздух становился все более чище. 25 клёнов, я так понимаю, это только за последнее время. А вот скажите, вот ваши действия, как вы думаете, так или иначе влияют на желание людей высаживать деревья самостоятельно? Ну если вы наблюдали эту тенденцию, наверное, в интернете, везде, во всех форумах, за последний год было высажено достаточно большое количество деревьев. Если вы знаете, еще в прошлом году была организована акция, которая называется New Bishkek, где организаторами были это бизнес-среда совместно с Агентством по развитию города Бишкек. Мы тоже там участвовали со своей программой в части тоже обустройства парка нашего Балык. Мы хотели организовать там, ну и планируем сейчас, реализовываем этот проект. Это первая инклюзивная детская площадка. Но в рамках этого проекта New Bishkek были еще высажены деревья. Я точно не помню сейчас, какие именно деревья, но именно, если я не ошибаюсь, Elite House был спонсором. И они посадили по проспекту Денисово-Пиня, окажется, были высажены тоже какой-то там десятки деревьев. Иргалей, к вам вопрос. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, можно ли такими вот частными силами, будем говорить, силами волонтеров, компенсировать те убытки со стороны, опять же, озеленения, которые мы так или иначе несем сейчас? Или этого слишком мало? Нет, на данный момент мы должны делать на общество, опираться на общество. И каждым моментом мы приходим, ну я начинаю делать, мой друг начинает делать. И в общем, целое общество начинает полностью делать. И если начинаем мы все целенаправленно вместе действовать, то тогда действительно получится какой-то результат. То есть ваш пример заразителен, да? Наш пример, да, действительно, заразителен. То есть простая формула, один плюс один равняется трем, я так понимаю. Абсолютно верно. Ну, возможно, даже четырем и пяти. Скажите, вот в плане высадки деревьев, планируется ли что-нибудь еще до конца года вот в этом направлении? Потому что, вот, ну, скажем, идут протесты относительно вырубки деревьев ради расширения дорог. Возможно ли компенсировать, скажем так, отсутствие деревьев в одной части города высадкой новых в других частях или нет? Ну, как мы знаем, то, что все деревья сажаются в основном весной. Мы уже запланированные акции свои провели. На данный момент у нас идет сейчас поливы, будут сейчас летние сезоны. У нас, как мы знаем, орычные системы не доходят до нас, и приходится своими силами поливать. Вот сегодня буквально состоится полив, и мы призываем граждан, которые находятся, живут вблизи Бакайвани, возле парка Балалык, прийти, помочь, кто хочет, посмотреть. Или протянуть шланг, я так понимаю. Или протянуть шланг. Или протянуть шланг в помощи. Да, почему нет. Ну, мы знаем, что вообще поколение БЭС — это организация, которая не ограничивается только, да, посадка деревьев. Есть какие-то другие акции, расскажите немножечко о них. Что еще охватывает? Ну, поколение БЭС — это действительно городские инициативы. То есть мы хотим способствовать тому, чтобы наш город преобразился, стал еще лучше, красивее, ну и самое главное — чище. Ну, сами знаете, это одна из основных проблем сегодня. Поэтому наше основное направление на сегодняшний день — это, конечно, пропаганда. То есть мы посредством организации субботников в разных частях города. То есть это не имеет район, какие там проживали, Свердловский, Ленинский. Это для нас не имеет значения. Мы хотим своими поступками призывать людей, что если сегодня не сорить, то город будет там много чище. Завтра чище. Вот, да, завтра будет чище. Вот, поэтому в этих рамках мы и будем дальше развивать свою концепцию и будем доносить до людей возможности соблюдения чистоты. Но мы не ограничиваемся городом Бишкек. Мы хотим, чтобы каждый город нашей страны, области был таким же чистым и прилежным. То есть Бишкек должен стать, я думаю, флагманом. Нести этот флаг чистоты для всего нашего общества, для всего нашего любимого Кыргызстана. Все-таки вот среди ваших рядов кто больше, кто охотнее идет в волонтеры? Мужчины или женщины? Да, студенты или работающие люди? Вообще ограничений в этой части нет. От 18 старших, как говорится. То есть мы вообще не любим рамок и потолков. И как вы сами заметили в этом ролике, даже ветераны сегодня дают нам пример к тому, к чему нужно стремиться. Поэтому мы сегодня, как наше название поколения, мы хотим сделать преемственность, чтобы из поколения в поколение передавались определенные ценности. Чтобы наше общество становилось каждый день лучше. Потому что не сегодня, а завтра вместо нас придут наши дети, внуки и все остальные. Вот, в основном вот это наше направление сегодня. То есть ваше направление это вклад в будущее? Вклад в будущее, абсолютно. Как можно присоединиться к вашим рядам? Вот если кто-то сейчас из наших телезрителей заинтересовался, что нужно сделать? Очень просто, достаточно иметь огромное сердце, чтобы ты переживал за свой город, за свою страну. Ну, просто достаточно выйти на улицу и помочь, помогая себе. А к вам-то куда прийти? Как с вами связаться? Потому что один, как говорится, в поле не воин, и очень эффективно, когда мы действуем сообща. Вот как именно к вашей организации прийти? В социальной сети у нас есть страничка на фейсбуке, называется «Поколение Бест». Можете заходить, присоединяться. Связываться с вами? Связываться с нами, да. И мы знаем то, что помогая другим, мы помогаем себе. Это все верно. Спасибо огромное за то, что вы делаете. Мы очень надеемся, что действительно как можно больше количества людей присоединиться к этой деятельности. Я напомню, друзья, у нас сегодня в гостях были Иргали Аманбаев и Ахмедияр Морал, волонтеры общественного движения «Поколение Бест». Спасибо вам и доброго утра. Спасибо, доброе утро. Доброго утра.